Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Подает иск о снятии с регистрационного учета и выселении Ответчик Алла Баковина Также представляет интересы Своей несовершеннолетней внучки С иском не согласна Слушается дело Смолякова Николая Игоревича С исковыми требованиями У снятия С регистрационного учета И прекращения права пользования И выселения из квартиры Только одного человека вы просите снять с регистрационного учета? То есть в данном случае вы просите Снять с регистрационного учета Прекратить право пользования И выселить из квартиры двух человек Если я правильно понимаю Касается в том числе несовершеннолетнего ребенка Я вас слушаю Да, я очень прошу выселить Мою бывшую тещу Аллу Константиновну И ее внучку Лену Из квартиры, которая принадлежит мне Из моей собственной квартиры Я сейчас объясню, как все это произошло Ваша честь Дело в том, что с ее дочкой Мы были пять лет в браке И вот уже полтора года, как мы развелись Оля, бывшая жена Она съехала Она прописалась в месте, где она раньше жила И снимает однокомнатную квартиру себе А меня просила Пока она не купит квартиру Чтобы ее мама с дочкой У вашей бывшей супруги ребенок от первого брака? Да Дело в том, что отец дочки неизвестен вообще Нет, это сейчас нет То есть это, ну, будем так говорить Это не ваш ребенок Это не мой ребенок Но ответчик и внучка Были зарегистрированы по вашему месту жительства Как члены семьи? Ну, они были поставлены как члены моей семьи, конечно В данный момент они были членами семьи То есть в данном случае они являются бывшими членами семьи? Да, совершенно точно Но вы поймите меня Я не мог по-другому сделать Дело в том, что мы прожили с Ольгой счастливых пять лет И в шесть лет, когда исполнилось ее дочке Лене Это, опять же, не моя дочка, ее дочка Шесть лет исполнилось дочке Она отдала ее в школу фигурного катания Причем это было ее решение Я с ними согласен, но это не имеет значения Дело в том, что школа начинается очень рано В шесть утра ей нужно быть уже на льду Я работал, соответственно, чтобы дочку можно было ее отводить вовремя Нам пришлось попросить Аллу Константину приехать к нам И пожить у нас Естественно, мы ее оформили как члена семьи Как и Лену Но действительно, прошло полтора года Полтора года с нашего развода Вот у меня есть свидетельство о растражении брака Ваша честь У меня есть свидетельство о разделе имущества И свидетельство о собственности квартиры Дело в том, что когда мы делили имущество Мы с Ольгой решили так, что квартира остается мне А все финансовые средства остаются ей На этом у меня есть решение суда Ваша честь, но это же неправда То есть квартира моя, это подтверждено Ответчик, что неправда? Решение суда неправда? Что он говорит? Ну, значит, решение суда неправда Что так супруги между собой разделили имущество Решение суда неправда? У них развод был фиктивный Ответчик, решение суда неправда? Вы не слушайте ее Решение правда Вот. И, соответственно, я ждал полтора года, пока Оля найдет квартиру, пока сделает ремонт. Ну, полтора года, вы понимаете? Во-первых, очень тяжело, когда в полпятого утра девочка бегает по квартире, кричит, теща гремит посудой, я не могу с вами. Подождите, ну вы же воспитывали этого ребенка столько лет. Сейчас вы говорите, какая-то там девочка бегает по квартире. Даже понимаете, в чем дело. Я бы, может, еще бы потерпел, но случилась такая неприятная ситуация с Ольгой. Ольга сейчас находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение 159-я статья, если не ошибаюсь, мошенничество с гособлигациями. Она была коммерческий директор одной очень известной компании, да, фирмы. И, соответственно, чтобы ей сейчас помочь, мне нужно продать эту квартиру и нанять хорошего адвоката. Да у нее есть адвокат. У нее плохой адвокат. Если вы хотите, чтобы ваша дочь была в тюрьме, тогда пускай этот адвокат дальше ведет дело. Дело в том, что я навел справки, есть очень хороший адвокат, он стоит очень дорого, но, соответственно, мне единственный вариант помочь Ольге, это продать эту квартиру, но я не могу это сделать, потому что опека не дает разрешения на это. И слава богу. В отношении совершеннолетней дочери. Да, да. А я куда, с вашей точки зрения, должна выселить? То есть, я должна девочка... А я вам объясню вообще, извините, что... Нет, не объясните, не объясняйте мне. Я должна девочку сделать бомжом? Нет. Дело в том, что у Аллы Константиновны есть дом в селе, не помню даже название этого села. Но неважно, где прямо напротив есть дворец фигурного катания. Нет, ну там есть школа, там есть чистый воздух, там в прекрасном условии, там можно жить. Пускай живет там. Но там кроме чистого воздуха и нет ничего больше. Ваша честь, вы тоже поймите, фигурное катание, девочка маленькая, в холоде, на льду. Я, конечно, был против, но как бы это не мой ребенок, это их решение. Но зачем гробить девочку, когда она может нормально жить у бабушки, на свежем воздухе, ходить в школу? Там есть, кстати, музыкальная школа даже у них, музыкальный кружок. Пожалуйста, пускай развивается ребенок. Зачем гробить? Шесть лет, она уже с утра на льду, в холоде, какие-то травмы у нее уже была. Ну, представляете, что будет? Зачем вот это нужно ребенку? Ну, о чем ты говоришь? Это же не мальчик, чтобы... Ты знаешь, что она уже кандидат в мастера спорта. Зачем? Это нужно ребенку. У девочки способности, талант у нее есть. В общем, Ваша честь, мне нужно продать эту квартиру, чтобы помочь Ольге. Давайте так, даже причины, они в данном случае не важны. Потому что собственник квартиры в любой момент вправе ставить вопрос о снятии с регистрационного учета прекращения права пользования бывшей членов семьи. Понимаете, у нас это закреплено. Потому что я собственник, я так сам для себя решил. В данном случае, как бы, эта норма права, она в большей степени зависит от взаимоотношений между людьми, которые сохранились там, после того, как они утрачивают статус членов семьи и отношения там, к своим бывшим членам семьи. То есть, в какой-то степени зависит от морально-нравственных характеристик людей. Ну, я просто должен объяснить, что не просто так продаю, что мне там хочется что-то там. Даже если это просто. Да ты же обещала нас заботиться. Это же Ольга обещала. Будьте добры, пожалуйста, свидетельство о расторжении брака и решении суда раздели совместно наше имущество. Это решение. Так, ответчик, у меня к вам просьба, пожалуйста. Давайте мы будем с вами обсуждать конкретные обстоятельства и факты. И вы не будете пытаться опровергнуть то, что невозможно опровергнуть. Первое. Супруги брак расторгли? Расторгли. Расторгли. Ваша дочка бывший член семьи для истца? Да. Вы, как поставленная на учет, как мама члена семьи, если член семьи становится бывшей, вы тоже приобретаете статус бывшего члена семьи? Да, ваше честное. Ваша внучка? Тоже. Тоже. На сегодняшний день супруги разделили имущество. У них спора имущественного не существует. Истец при разделе совместно нажитого имущества получил квартиру. Он единоличный собственник этой квартиры. Он, как собственник, вправе ставить вопрос о том, чтобы вы прекратили право пользования квартирой. Вы знаете, по закону, да. Но на самом деле же все не так. Все же было совсем по-другому. Разве можно нас сейчас куда-то там выписывать в деревню, когда эта квартира на самом деле ему и не принадлежит? Да откуда вы знаете, кому это принадлежит? Я прекрасно знаю, что квартира была. У нас есть решение суда. Про решение суда нам не принадлежит. Решение сказать. Подождите, пожалуйста. Ну что за дискусы? Подождите, а кому принадлежит? Можно я объясню? Эта квартира была куплена на деньги моей дочери Ольги. Она была куплена через полтора месяца после того, как они вступили в брак. Вы хотите опровернуть решение суда, вступившее в законную силу, рассказывая мне, на чьи деньги когда-то была эта... Наверное, да. Но они так разделили. Да понимаете, развод-то был у них фиктивный. Они договорились. Когда у дочери начались проблемы на работе, там всякие проверки. Докажите, что развод был фиктивный. Это ложь никакого. Я могу вам рассказать, как все было. Не надо мне ничего рассказывать. Я говорю, докажите. Я не знаю, какие доказательства вам есть. Если не знаете, не говорите. Они договорились. Что после расторжения брака продолжали совместно проживать? После расторжения брака они жили вместе, и я с ними жила, и все у них было хорошо. Но как только начались проблемы у Ольги на работе, так он сразу испугался. Да как все было хорошо? Ольга приходила раз в месяц. Да какой раз в месяц? Зачем же ты врешь? Что же ты говоришь-то такое? Разыгралась фантазия? Как только у нее начались проблемы на работе, он сразу включил заднюю. И сразу сбежал. Сбежал он от нее, сбежал в Таиланд на 4 месяца. Ваша честь. Я уехал, у меня действительно были проблемы на работе, нужно было просто полечить нервы. Я уехал в Таиланд. 4 месяца он лечил нервы. Это преступление? Тогда ее арестовали, и она попала в СИЗО. А мне приходилось и с девочкой одной находиться, и водить ее везде на тренировки, и за все платить. У меня даже счета за квартиру, вот я сама платила, а он в это время в Таиланде был. Я вам сказал, не надо девочку. Вы, как лицо зарегистрированного в квартире, несете такое же бремя содержания имущества, как и собственник. Но он-то... Что он-то? Он сбежал просто. Я не сбежал. Он обещал, он отзаботится. Какое это отношение имеет к праву собственника прекратить ваше право пользования? Вот объясните мне. Он собственник квартиры. Ваша честь, ну как же он собственник квартиры, когда он ни копейки не вложил в эту квартиру? Да откуда вы знаете, что я вложил? Распаривайте еще раз. Вы что там сидели? В пятый раз я вам задаю вопрос. Почему при разделе совместно нажитого имущества ваша дочь не доказывала, что эта квартира была приобретена на ее личные денежные средства? Почему? Потому что они договорились между собой. О чем? О том, что ему отойдет квартира, а ей отойдут небольшие счета. Значит, договоренность между супругами была? Была. Значит, для них в тот момент, когда они достигали этой договоренности, не имела принципиального значения, на чьи деньги куплена квартира. Но они же это сделали потому, чтобы сохранить это имущество. Потому что Оля боялась, что счета арестуют и квартиру конфискуют. Поэтому они договорились, что квартира отойдет ему. А сама она выписалась из квартиры. Мне логики не вижу. И прописалась у меня в старом доме. Слушайте, ну что вы считаете, что могут приговорить к штрафу? И что? Я боялась, что конфискует квартиру. Да почему? Ну потому что у них там какие-то проблемы по работе. Ваша честь, это все домыслы. Это я тоже не понимаю. То есть как можно конфисковать квартиру, если там зарегистрированный совершенно летний ребенок? У нас вообще конфискация вот по таким вот крохам в законодательстве. Ваша честь, но я не специалист по жилищным правилам. Я хочу понять, мне нужно, чтобы вы назвали основания, при которых нужно сохранить за вами право пользования. Вы мне называете все, что угодно, кроме оснований, при которых за вами нужно сохранить право пользования квартиры. Ну как же, понимаете, все, что для меня важно, это вот моя внучка. Она учится в четвертом классе. Как я могу ее отправить сейчас в какую-то мстеру? Ответчик еще раз. Ну вот как вам сказать? Ну вот давайте так. У меня есть корова. Предположим, есть корова. Я собственник коровы. Получаю с этой коровы там киту дое, там делаю себе сметану, там молоко, еще что-то такое. Со мной начинает жить мужчина. Мы начинаем вместе ухаживать за этой коровой. Потом он, я говорю, я не хочу больше мужчина с тобой жить, уходи отсюда. Он говорит, ну в общем я конечно уйду, но корову-то я оставить не могу. Ну я как собственник имею право сказать, ты от меня уходишь и от моей коровы. Могу? Но корова-то моя. Ну в какой стати он из-за того, что он со мной жил какой-то период времени, какое отношение он имеет к этой корове? Да никакого он отношения к корове не имеет. А теперь есть возможность по закону предоставлять отсрочку. То есть когда заявляется такая категория исков, то суд, исходя из фактически сложившихся обстоятельств, имеет право дать отсрочку. Особенно в отношении несовершеннолетних детей. Учитывая определенные обстоятельства. То, что у девочки большие успехи в спорте, что ледовый дворец находится рядом. Вы понимаете, вот посмотрите, Ваша честь, вот смотрите, какой ребенок. Ну при чем здесь ребенок? Посмотрите, как она занимается хорошо. Посмотрите, какая девочка. Меня дослушайте. Да? Вот я это все буду учитывать. Вот я это все буду учитывать. И могу, могу, как суд, говорить о том, что для того, чтобы защитить интересы ребенка, я могу дать отсрочку. То есть решение будет вынесено, что я прекращаю право пользования, но при этом даю возможность проживать в этой квартире до какого-то достижения ребенком какого-то возраста. Ну хотя бы так, Ваша честь. И что? Ну вас-то я сниму с регистрационного учета. Вас. И что? Ну я же являюсь опекуном девочки. Кто является опекуном? Я являюсь ее опекуном временно. Пока дочь моя находится в СИЗО. У меня сейчас придется переоформлять опекунство. Но опекуна, простите, меня тоже не всегда есть право проживать с опекаемым. Это опекаемый должен с опекуном проживать, а не наоборот. А что же мне делать? Езжайте с умственного, живите в том числе. Ну поэтому я говорю, понимаете, решение суда, это, ну, хорошо, именем Российской Федерации на бумажке написали. Вопрос-то не в том, что написано, а вопрос, как это дальше будет в жизни происходить. Если я сейчас лишу ваше право пользования этой квартире, а за девочкой оставлю, кто будет за ребенком следить? Так я же так и буду за ней следить. Каким образом? Я вынесу решение о снятии вас регистрационного учета и прекращении права пользования. Ну что ж ты совсем не человек? Что ж тебе ребенка судьбу-то портишь? Ну при чем здесь это? Я же объяснил, что мне нужно помочь. Ну что ж ты не можешь подождать? Вот вы мать или как? Вы про Ольгу думаете или нет? Ну конечно я про нее думаю. Ну а как вы думаете, когда мы без нормального адвоката не сможем ее вытащить? Да нормальный у нас адвокат. Нам надо... Какой нормальный адвокат? Ваша честь, можно я скажу? У нее два проришных дела последние было, что вы говорите? Ваша честь, вот у Ольги были апартаменты куплены в Болгарии еще до того, как они поженились. Да какая это разница? И она мне по документам их подарила. Я продала эту квартиру в Болгарии, наняла ей на эти деньги адвоката хорошего. Она не виноват, ее подставили. Подождите, отвечка, это вообще не суда, это совершенно в другое окошко. Понимаете, в чем дело? Не ко мне. Я не могу сейчас сказать, виновата она, не виновата. Мне нужно, чтобы решение, понимаете, оно как-то так вот, ну... Ну понимаете, вот дом, дом этот в поселке, вот поглядите, старый совершенно. Как же туда с ребенком ехать? Мне даже и опеку-то не продлят. Мне же не дадут ребенком опеку, если они в такие условия посмотрят. Ну как в таких условиях жить можно? Там туалет на улице, там одна школа на два поселка. Ну живут же как-то люди в таких домах, а? Ну конечно, везде живут, на Северном поле тоже. Как-то вы-то жили нормально в этом доме, да? Да мы же давно там не живем, ремонтов там не было. Нет, естественно, подождите, ну подождите. Ну а что за детский сад опять не устраивается? Эта девочка привыкла к определенному социуму проживания, у нее здесь приятель, у нее свой круг общения. Вы сейчас предлагаете поедать... Там даже крыша провалилась. Послушайте, ухаживайте за своим имуществом сами. Причем здесь крыша провалилась? Я что, крышу буду вам ехать сейчас делать? Вы несете бремя? Давайте запустите. Конечно, вы его запустили, дом, там сейчас все протекает, конечно. Конечно, я с вами жила. Так, мне, пожалуйста, свидетельство на дом через судебного пристава и решение о назначении вас опекуном. Ваша честь, вы поймите, сейчас главное Ольга, потом мы займемся дочкой, ничего с ней не случится. Нет, естественно, не так. У нас самое главное интересное несовершеннолетнего ребенка. Самое главное интересное несовершеннолетнего ребенка. Я понимаю, но у нее не грозит какая-то страшная катастрофа, понимаете? А ее матери грозит срок. Нет, а я так не считаю. Я не могу сказать, что то, что вы говорите, это на уровне катастрофы или не катастрофы. Но суд обязан сравнить условия проживания ребенка. Меня интересы взрослых сейчас интересуют в последнем, знаете, там... Ну да, да. Ну, учтите, что там и земля, много земли, там чистый воздух, там школа работает, там нормальные. Просто они запустили немножко дом, его подладать и все. Так, позиция сторон суда понятна. Позиция сторон суда понятна. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Он просто думал, что нашел какую-то дуру, нашел себе, вот, знаешь, бесплатный у нас сыр, но шиловки не бывает. Идея, как откосить от армии, обернулась для юноши большими проблемами. Теперь он умоляет, возьмите служить, лишь бы освободиться от ответственности за чужих детей. Я не говорю, что она не работала. Она работала, но она не могла продержаться больше месяцев на одной работе. У нее же характер, как у тебя, две скалопендры. С какого возраста можно признавать человека недостойным наследником? Будут ли наследовать за родителями подростки, совершившие против них тяжкие преступления? Узнаем в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслышав исковые требования, самозражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, иск о прекращении права пользования несовершеннолетней дочери бывшей жены инстиции, а также ответчика, ее выселение и снятие с регистрационного учета по месту жительства, суд считает необходимым удовлетворить частично. Суд сохраняет за несовершеннолетней дочерью бывшей жены и сца право пользования в квартире до достижения ребенком совершеннолетия. В отношении ответчика суд принимает решение о вашем выселении снятие с регистрационного учета по месту жительства. Суд, учитывая исключительные жизненные обстоятельства, что мать ребенка в настоящее время находится под стражей, у бабушки ребенка на попечение, которое находится ребенок, нет имущественной возможности обеспечить девочку жильем в данном городе, то есть там, где она сейчас проживает. Ребенок профессионально занимается спортом. При таких обстоятельствах суд считает возможным сохранить за несовершеннолетним ребенком право пользования по месту жительства и, следовательно, она остается на регистрационном учете до достижения ребенком совершеннолетия. С момента достижения девочки совершеннолетия ее право пользования данным жилым помещением будет прекращено, и она будет снята с регистрационного учета. В отношении вас, ответчик, каких-либо оснований для того, чтобы дать вам так называемую отсрочку, у суда не имеется. Вы назначены опекуном в отношении девочки, следовательно, обязаны принимать участие в ее воспитании, что дает вам право, ну, фактически, в этой квартире только на посещение, но не на проживание. Если вы считаете необходимым защищать свои интересы соответствующим образом, а у вас есть на это право, поскольку вы опекун, то вам либо в этом судебном заседании необходимо было заявлять встречные исковые требования о сохранении за вами права пользования на указанной квартире в качестве опекуна в интересах реализации несовершеннолетнего ребенка, либо вы имеете право обратиться с самостоятельным иском, проконсультируйтесь, посмотрите, как вам в части, лучше сформулировать будут ваши исковые требования. Ваша честь, а я могу продать квартиру, хотя бы там комнату продать? Нет. Пока там несовершеннолетний ребенок, нет. Нет, вы можете это сделать, но у вас органы опеки в этой ситуации, то есть вы должны исходить из следующего правила, что органы опеки дают согласие на продажу принадлежащей собственности, только при том условии, что ребенок будет обеспечен жилищными условиями не хуже, чем были раньше. Я ей комнату оставлю, а остальное продам. Ну как, и ребенок будет жить с посторонними дядями и тетями? Ну мне надо ее продавать как-то квартиру. Ну, посмотрите, вы, самое главное, вы проконсультируетесь тоже с органами опеки, вы не рассматриваете их как врагов. Да они ничего не разрешают. Нет, истец, истец, вы сейчас не тратите. Им все, лишь бы только запретить. Вы, на самом деле, не безвыходная ситуация, найдется выход, потому что девочка не собственник. Все значительно сложнее, если у ребенка есть собственность. Вот это очень сложные вещи. А у нее право пользования. То есть органы опеки вам предложат варианты, при которых они дадут разрешение на совершение этой сделки. Но я сейчас ребенка, вот в этой ситуации, переселить в отдаленную местность, в неблагоустроенный жилой дом не могу. Истец, 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 истец. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Если честно, конечно, думал, что и моих дорогих сожителей выселят по решению суда. Но раз так, буду договориться с органами опеки. Я надеюсь, они пойдут на встречу. Все-таки это в интересах матери несовершеннолетней. Поэтому буду думать, что что-то придумаем. Я, конечно, буду подавать встречный иск. Буду добиваться справедливости. Потому что по документам одно, а в жизни совсем другое получается. Судья Елена Дмитриева. Я не могу сказать, что я ни мать, ни женщина. Но вынуждена вам сказать, я судья. В новом проекте «Битва за будущее». Прямо ко мне идет ребенок. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Взрослые не в счет. В тусах семейных там по колено. Я не знаю, ходите. Да я тебя сейчас задрушил. Я тебя хуй диска подержал. Теперь только дети. Они наше будущее. Ваша честь. Простите, пожалуйста, Михаил. Вы знаете, в суде, к сожалению, не все себя ведут прилично. Не с проблем, мужики. Законодатели в растерянности. Но судья Дмитриева знает, что делать. Органов опеки, адресы, быстро наряд милиции высылают. Она защитит детей от безумия родителей. Спасибо, Ваша честь. Спасибо. Будьте внимательны. От этого зависит жизнь ваших детей. Бессовестный ты, мальчик. Я тебе сейчас ложечку отверчу. Истец Сергей Гаврилов обратился с иском об оспаривании отцовства. Ответчик Полина Перова с иском не согласна. Слушается дело Гаврилова Сергея Константиновича с исковыми требованиями об оспаривании отцовства. Ответчиком у нас является Перова Полина Евгеньевна. Так, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Если можно, пожалуйста, в судебном заседании у нас мужчина присутствует без головных уборов. Прошу прощения. Я вас слушаю. Ваша честь, я подаю иск об оспаривании отцовства. Я пытался развестись с Полиной, но нам развод никто не давал из-за детей. Это было где-то в декабре 17-го года. Никто не хотел разводить из-за детей. Я доказывал, что я не являюсь отцом этих детей. Все равно не разводят никаким образом. Я на то время... Простите, пожалуйста, несколько детей. Двое детей, два близнеца. А, вот я поняла, да. Вот им сейчас скоро 11-й месяц стукнет. На то время я как бы даже не подумал. Ладно, разведусь сейчас, разведусь потом. Для меня это было неважно, я не спешил никуда. И потом к 23-му февраля, прям вот на праздник, мне приходит такая весточка, что Полина подает на элементы. Я даже не думал, что такое возможно подавать на элементы во время брака. Нет, возможно. Ну, оказывается, возможно. И суд обязал меня выплачивать сумму в размере 16 тысяч рублей. Вообще законно для безработного человека начислять такую сумму. Я сейчас являюсь безработным человеком. И можно сказать, сижу на шее до сих пор своих родителей. И сейчас получается так, что ладно бы своих детей, да. Но теперь я, получается, еще и чужих детей вешаю на своих родителей. Вы пошли в ЗАГС и написали заявление, что вы признаете детей? Да. Да, именно так. К моменту написания заявления вы знали, что это не ваши дети? Да. Знали. А лет вам сколько? Мне 19 полных лет. Он знал, когда он подписывал в свидетельстве о рождении детей. Знал, он этого не отрицает. Знал. Он знал. Знал, не отрицает. Да, но вы знаете, вот он... Знал, не отрицает. И не отрицает. Ну, хорошо, но он... Понимаете, я надеялась на то, что у нас выйдет семья нормальная. На то, что он станет отцом моих детей. Антона и Глеба. Им сейчас всего лишь по 10,5 месяцев. И надо как-то их содержать. Я живу с мамой. Он просто думал, что нашел какую-то дуру и нашел себе, вот, знаешь, бесплатного сыра в мышеловке не бывает. Он думал, что просто так отделается от меня. Все в том, что она просто тянет у меня деньги. Он изначально хотел тупо откосить от армии. Ему просто нужно было откосить. Ответчик, вам просто и сейчас несказанно повезло. Вы даже себе, вот, просто несказанно повезло. Суд удаляется на принятие решения. Далее в программе. Я не говорю, что она не работала. Она работала, но она не могла продержаться больше месяца на одной работе. Ну, другой не ходила. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, возложив исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, в иске об оспаривании отцовства суд отказывает. Актовую запись об отцовстве истца в отношении каждого из детей в записи акта о рождении не аннулирует. Суд отказывает во встречном иске об оспаривании отцовства, независимо от заключения молекулярно-генетической экспертизы, показавшей, что кровное родство истца с каждым из детей исключается, потому что на момент записи истца отцом детей ему было известно, что он не является их биологическим отцом. Это в данном случае показал истец в судебном заседании, признав, что он на момент признания себя отцом, знал, что он не является биологическим отцом детей. В соответствии с частью 2 статьи 52 Семейного кодекса Российской Федерации, не может быть удовлетворено требование об оспаривании отцовства лица, которое было записано отцом ребенка женщины, не состоявшей в браке на момент рождения ребенка, по совместному заявлению отца и матери ребенка, и такому лицу в момент записи себя отцом ребенка было известно, что он фактически не является отцом ребенка. Вот у нас такая четкая норма существует в Семейном кодексе. И она запрещает оспаривать отцовство в тех случаях, когда мужчина, как вы говорите, взял на себя ответственность, признался отцом ребенка, хотя при этом знал, что он не является биологическим отцом ребенка. Почему я вам говорю, что вам несказанно повезло, ответчик? Потому что если бы истец пошел, как идут, 99% судебные процессы при такого рода разбирательствах, то есть если бы истец сказал, я был уверен, что это мои дети, вам бы долго пришлось доказывать разными способами, хотя это не невозможно, это на самом деле доказывается, вам бы пришлось доказывать, что истец на момент, когда он признавал себя отцом детей, знал, что он не биологический отец. Вам это понятно, ответчик? Да. Понятно. А вам, истец, нет? Никак? Непонятно? Все понятно. Понятно. Суд огласил свое решение, дело закрыто. К сожалению, послушал своих друзей и близких, пошел на фиктивный брак. Сейчас не знаю, как я буду все это решать, расхлебывать. Думал, докажу, что нельзя обманным путем заставлять человека платить элементы. Ну, к сожалению, вот так получилось, и очень жалею, что пошел на такой поступок. Судья оказалась понимающей женщиной, и она все-таки встала на мою сторону и обязала моего супругу платить элементы на детей, на Антона и Глеба. За что я очень благодарна. Спасибо судью. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что не... По-моему, тебе уже пора в дурку. Чего за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Нина Краснобокая предъявляет иск о признании своей внучки недостойной наследницей. Законный представитель девочки Владислав Величкин иск не признает. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Я прошу признать мою внучку недостойной быть наследницей, а признать наследницей меня, всего имущества моей погибшей дочери. Моя внучка, вот язык не поворачивается, ее даже внучкой-то называть. Вы знаете, вот мать пошла в баню протопить, а у нас там печка не работает. Детек все вот два года не может печку починить. А что же она в баню-то пошла, если печка не работает? Ну, как-то же она думала, помыться-то надо. А внучка взяла ее, закрыла, да мало того еще замок повесила. А сама спать ушла. Ну, там вспыхнул пожар. Уж как моя дочка там кричала. Как она вбилась в дверь, пока мы ключ искали. Пока соседи прибежали с ломом уже, и крыша рухнула. Уже спасать было некого. У нас вот есть вывеска у меня из уголовного дела, что она признана виновной. Но ей тогда было 13 лет. И поэтому вот постановление о прекращении уголовного дела. И оказалось, что завещание оставила дочь все имущество на внучку. А это дом, вот у меня здесь документы. Это на машину и на сбережение, вот сбережение сберкнижки 420 тысяч. Ваша честь, я считаю, что она не достойна быть наследницей. Меня надо признать законной наследницей. Простите, пожалуйста, а можно вот материалы, вы мне передадите все документы? Да, да, да. Просто основание, по которому ваша внучка была освобождена от уголовной ответственности. Вам как объяснили, почему вынесли постановление о прекращении уголовного дела? Потому что ей не исполнилось 14 лет, и она уголовно неответственная. А я с ней боюсь сейчас жить в одном доме. Нет, а сам состав преступления был как квалифицирован? Убийство по неосторожности, по неосторожности. Постановление вынесено по 109 статье. Причинение смерти по неосторожности. По этой статье уголовное преследование начинается с 16 лет. И вообще в этой смерти Зоя, моя бывшая жена, просто в этом виновата сама. Я тогда уехал в рейс, я дальнобойщик. Утром должен был приехать. Зоя привела мужика, заперли с ней в бане. Да врешь ты все. Истец, 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 истец. Любаша, она хоть ребенок, но она все понимает, что происходит. Закрыла дверь, чтобы просто они посидели до утра, чтобы я приехал, их увидел, ну как бы застукал и все, и принял решение. Ну вы бывший супруг какой-то имел. Вот, пожалуйста, да. Да нет, вы к этому моменту состояли в разводе. Да, мы стояли в разводе. Уже три года. Но мы жили вместе, вели хозяйство. Потому что три года назад мы развелись по той же самой причине. То есть она гуляла, мне друзья говорили... Ничего она не гуляла, это завистники, завистники, все. Любила она красиво одеться. Мы развелись. В принципе, потом она пришла там, просила, умоляла, чтобы все это... Я простил, только из-за того, чтобы у ребенка, ну как была, ну как полноценная семья. Мать, отец. Вот, ну ввели вместе хозяйство. Расписываться просто не было времени. Потому что я все время в рейсах, ну не доходили руки. Вот, и в этом деле, ну это просто чудовищная случайность. Все знали, что печка не работает. Теща знала, Зойка знала. Я еще срам говорил, ни в коем случае не заходите в эту баню, потому что иначе все сгорит. Ой. Григорьевна хочет просто все отсудить. Дом, деньги, все. Ну ты же мой дом сломал. Да дай мне это сказать-то. Ты же сама всех настраивала против... Меня настраивала против нее. Говорит, а у нее мужики покруче есть. Ей говорила, что у меня там на дороге бабы стоят. Врет он все, врет он все. Хоть не в этом закидывает. Он все время в рейсах. Вот за месяц он один день только дома бывал. Он девочку-то видел только спячую. У него столько баб этих. Ну дай мне сказать-то уже. Ваша честь. Дом, который принадлежит, ну юридически принадлежал Зое, стоит на ее участке, который тоже ей принадлежит. Строил я своими руками. Деньги, 420 тысяч, которые есть на книжке, это деньги, которые заработал я, и я туда положил. И она работала. Зоя работала. Я не говорю, что она не работала. Она работала, но она не могла продержаться больше месяца на одной работе. Ну на другую день ходила. У нее же характер, как у тебя, две скалопендры. Я не собираюсь лишать ее там какой-то доли. Просто после того, как, ну, после смерти Зои, теща, ну, такую бурную деятельность развела. Ну, просто не дают, ребенку не дают прохода. Подождите, подождите, а как вы хотите распорядиться наследством? Я в таком доме большом жить не в состоянии. И потом я боюсь уже с ней жить. Я вот иду в погреб и думаю, сейчас закроют меня там в погребе. Я уж нюсь к соседке, сказал, нет меня два дня. Бежи к участковому, пусть приходят и ищут меня. Я бы себе купила маленький домик на две комнатки, кухонка и зала. Такой, как было у меня, который он разорил. А ей бы купила комнату, у нас малосемейки там строят на две семьи. Купила бы, пусть она живет отдельно. А то, гляди и меня, она так же убьет, как дочку мою убила. Ваша честь, когда она узнала, что мы хотим с Любой вообще переехать жить в другое место, ко мне на родину, и потому, ну, ребенку требуется уже помощь, просто помощь специалисту. А меня на улицу. Она уже, значит, какой на улице? Я же тебе сказал, что ты получишь свою долю. Какая тебе улица-то? Первый раз слышу. Да заберешь ты свой дом и все. Первый раз слышу. Как ты первый раз слышишь? Ты иди отсюда и все, дом я сам строил. Понятно. То есть, когда Григорьевне надо, она измажет всех, кого хочешь. Когда ей что-то нужно, она будет топтать всех, всех, всех подряд. Да, конечно, да, конечно. Что ж ты в семье-то не жил? Одну ночь по ночью и ты уезжаешь. Истец, 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 истец. Давайте вам я задам вопрос. Да, представьтесь, пожалуйста. Любовь Величкина. Вы понимаете, что ваша бабушка считает, что как-то вот то, что от мамы вам должно достаться, это будет не очень справедливо. Но я ее терпеть не могла. Кому? Она, мать свою, она каждый раз возвращалась домой под вечер пьяная, а уходила утром... Ты это один раз был, Светлая. Да как, когда она каждый день пила. Неправда, раз это был, ну может два. Она ему отца предавала. Да была бы моя воля, я бы ее еще раз подожгла. Ваша честь, ну вы посмотрите. Люба, что ты говоришь? Да я боюсь с ней вот жить даже в одном доме. Ваша честь, я прошу слова Любани не принимать ни в какой серьезе, потому что это уже испуганный с надломной психики ребенок. Это просто уже в знак протеста вот против своей бабушки, потому что вы не знаете, что произошло. Как только все это произошло, так бабуля побежала по всем там переулкам, закоулкам, кричать, что дочка сожгла свою мать, в школе ей прохода не дают, на улице пальцем тычут, ребенок уже не знает, куда деваться. Мы собираемся переезжать, потому что невозможно под одной крышей жить. Просто невозможно. А как с бабушкой отношения? Как с бабушкой отношения? Я не буду с ней жить. Ваша честь, в принципе, девочке уже нужна помощь психолога, потому что просто невозможно. Это полгода, это какой-то ад. Я перестал ходить в рейс. Да, конечно, я в этой ситуации виноват. Я довел эту ситуацию. Думал, что если полная семья, значит хорошо. Ничего хорошего. Постоянно со мной в рейсе просилась. Постоянно говорит, что я не могу больше здесь ни с мамой, ни с бабушкой. Ну, я как-то не слушал, потому что думал, что деньги, деньги, деньги главное. Потому что в моей профессии это большая конкуренция. Стоит только не пойти пару раз в рейс, все. Можно будет стоять там, не знаю, месяцами. А деньги-то надо, надо же семью кормить. Так, суд удаляется о принятии решения. В следующей программе. Утром встаю, вижу ее. Она там прибирает где-то вот. В этом она одета и трезва. Что важнее, алименты на ребенка с богатого любовника или семейное благополучие? В данный момент деньги, считает жена. Семья, уверен муж и требует от супруги сделать выбор. Чем закончится этот спор, решит суд. Он меня поднимал ни свет, ни заря, заставлял бегать, наживал меня жиробасом, жиртрестом и еще многими другими плохими словами. Три гамбургера, большая картошка и кола. Именно так каждый день мать кормит своего сына. Отец в ужасе. Уверен, что жизнь ребенка под угрозой. Но мать ничего не хочет слышать. Главное, чтобы ребенку было вкусно. Дети рождаются от двух родителей, это я точно знаю. Суррогатным материнством можно заработать долги и проблемы. Остаться у разбитого корыта, с долгами по кредиту, без жилья, без мужчины. Зато с ребенком, которого не на что кормить. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, в возражении ответчика по заявленным исковым требованиям, попросив несовершеннолетнюю, в судебном заседании, рассмотрев все представленные документы и доказательства, в иске о признании несовершеннолетней недостойной наследницей считает необходимой отказать. Суд отказывает в иске о признании недостойной наследницы несовершеннолетней дочери погибшей, потому что в соответствии с действующим законодательством недостойными наследниками могут быть признаны. Граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, способствовали, либо пытались способствовать призванию их самих к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. В данном случае действия несовершеннолетней дочери погибшей были квалифицированы органами следствия по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Вы не заявляли о выделении вами обязательной доли в наследстве в тот момент, когда вы обратитесь к нотариусу и будут выдаваться документы, либо если наследники будут против этого протестовать, то есть вы как законный представитель несовершеннолетней, вы будете иметь право в судебном порядке требовать выделения так называемой обязательной доли в наследстве, которая выделяется у нас нетрудоспособным наследником вне зависимости от содержания завещания. То есть если бы не было написано о завещании, у нас наследника первой очереди два. Да, это вы как мать к наследнику первой очереди и дочь как несовершеннолетняя дочь. Поэтому все наследство должно было бы быть поделено пополам. Но поскольку составлено завещание, то обязательная доля составляет половину от той доли, которую бы наследник получил при отсутствии завещания. То есть если перевести на русский язык, если вы будете выделять обязательную долю, то она будет составлять одну четвертую от всего наследственного имущества. А если он будет возражать? В деле возражает, тогда в судебном порядке вы будете выделять обязательную долю. Истинный ответчик, суд огласил свое решение, сделал заказ. Решение суда. В иске отказать. Если в течение месяца мой зятёк не купит мне дом, дом пусть будет и маленький, но чтобы там 4-5 сотов было земли, то я буду подавать на пересмотр этого судебного дела. Ну всё, тёща, значит, получит всё, что ей полагается. И всё, вон из сердца. Больше, чтобы, ну, как что-то быть, как страшный сон. На новом месте новые жизни. Голова на месте, руки есть. Ура, наконец-то мы с папой поедем далеко-далеко. Как не ждала этого момента. Смотрите новый проект «Дела семейные. Битва за будущее». Она начала говорить. Она говорит, мама, и ко мне пишет, вы понимаете? А она хочет мне её не забрать. Вся правда о том, как взрослые делают детей заложниками своих страстей. Мальчик забрался на крышу девятиэтажного дома и грозился оттуда впрыгнуть, если родители не помирятся. Моя девственность выставила на аукцион. Он просто самый лучший папа на свете. К счастью, моя бочка подошла к моему сыну. Она положила его в сумку, вынесла его в помойном ящикам. И ребёнок на морозе, он лежал и кричал. Смотрите в новом проекте «Дела семейные. Битва за будущее». С понедельника по пятницу на нашем телеканале. А бабушка сказала, что ты мой папа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова